В 1972 году в Рязани были созданы строевые подразделения ДПС. Туда входило 15 автомобилей, среди которых были «Жигули», «Москвичи», «Волги». А еще на вооружении инспекторов находилось 30 мотоциклов. Командером подразделения тогда стал Владимир Конкин. Для того, чтобы инспектора, дорожепатрульные службы были как-то отличались от других работников милиции, было введено специальное снаряжение. Ремени портупеи белые и белые кабора. И вот они зимой выдавали полушубки, в основном, чтобы потеплее было, на мотоцикле без теплой одежды не проедешь. И они вот полушубок подвязывали этой белой портупеей, и такой инспектор был виден издали. Автомобиль у входа в управление ЕБДД такой же, каким пользовались сотрудники строевого подразделения ДПС в 1972 году. Установили его здесь в качестве памятника сотрудникам, которые погибли при исполнении своих обязанностей. Таким же июльским днем 1977 года сотрудник ДПС Евгений Коняев осуществлял патрулирование в поселке Дягилево. При проверке документов у водителя мотоцикла пассажир неожиданно произвел выстрел из самодельного пистолета. И попал ему прямо в висок. И он погиб на месте. А потом выяснилось, что эти два гражданина, два преступника, они ехали в Московскую область с целью грабежа магазинов. В день ГАИ нам напомнили не только об истории памятника, но и показали, каким оборудованием пользовались инспекторы. А еще объяснили, как работает такой прибор, как трубка Мохова-Шинкаренко. Вот там внутри находится желтенькое вещество. Вот внутри этой трубки. Инспектор обламывал с обеих сторон эту трубку. С обеих сторон обламывал. Одевал такой маншлячок у него был. Маншлячка у меня нет. И предлагал водителю продуть ее. Эту трубку продувал. Если это вещество начинает синеть, буреть, то есть меняет свой цвет, то это есть подозрение, что водитель маленько под душком. Многие приборы из тех, какими пользовались инспекторы, есть и сейчас. Все стало только более современным. А вместо стареньких «Жигулей» на улицу выезжают новые автомобили. Технические средства тоже у нас постоянно. Автопарк обновляется. Периодически поступают современные транспортные средства, которые оборудуются всеми необходимыми для инспекторов ДПС техническими средствами связи, а также СГУ устройствами, которые позволяют использовать специальные сигналы. И другими техническими средствами. Техника немного изменилась. Однако цель осталась прежней, как и в 1972 году, так и сегодня. Сотрудники ЕБДД помогают обеспечить безопасность дорожного движения.